всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду судя по статистике просмотров больше всего на свете вы любите смотреть ролики про разные колбасы и и быстрые бутерброды я сидел думал как бы объединить в одном ролике собственно говоря эти две ваши любовь то есть бутерброды колбасу потом мы чуть торможу то это же есть объединение бутерброды колбаса куда уж быстрее отрезал хлеб шлёп свежеприготовленной колбаски красота вот и вспомнилось мне что в школьные годы я таки прям обожал колбасу безоболочную которую у нас называлось мясной хлеб это была такая колбаса очень чесночная из грубо смолотого фарша классная такая думаю чушь я вам до сих пор ее не показал то это же классная технология ведь для ее приготовления по сути из сложных нетипичных приборов кухонных нужен только термометр то есть колбасные оболочки не нужны всякие там насадки на мосорубку для набивки колбас ну а тем более колбасные шприцы тоже не нужны тепловая обработка проводится при таких температурах по госту что даже газовая духовка справится не говоря уж об электрической и что самое приятное вариативность рецептур такая чтобы подогнать готовый результат под свои собственные вкусы ну просто легче легкого и так что же нам говорит справочник технолога колбасных производств по детации рогова о составе мясных хлебов в их состав может входить чистая говядина говядина смеси со свининой свинина смеси с бараниной состав можно вводить ну там незначительное количество но тем не менее крахмала или картофельного крахмала или пшеничной муки и кстати введение крахмала и пшеничной муки за счет того что они хорошо поглощают влагу позволяет увеличить выход готового продукта от веса сырья до ста семи и ста десяти процентов представляете насколько сочный получается результате колбасный хлеб то есть вы добавили там два три процента крахмала или пшеничной муки в составчик в смеси в общем весе с мясом это составил допустим килограмм а на выходе вы имеете килограмм 70 граммов килограмм 100 граммов продукта сочного вкусного как раз на бутер вообще состав фарш для мясного хлеба по госту допускался отправлять всякий неликвид да там до трех процентов туда шли всякие там лопнувшие колбасы при тепловой обработке укороченные какие-то с бульонным отеком да не более трех процентов но тем не менее то есть вы понимаете рецептура такая которая позволяет получить классный результат если использовать ладно неликвида допустим вас не слишком много дома но не самые красивые отрубы в магазине выбрали не самые качественные может быть не самые классные сюда пойдут просто отлично короче я буду сегодня готовить из говядины свинины и кусочка сала свиного не соленого часть сала я пропущу через мясорубку часть на реже очень мелкими кубиками ну и с мясом поступлю также вот эту часть сейчас в морозилку чтобы легче потом было нарезать а вот эту мясорубку отправлю технологическая схема стандартно сначала посол затем фаршесоставление ну смысле измельчение до необходимого состояния там внесение пряностей смешивания со шпигом вымешивания и так далее время посола зависит от степени измельчения в крупных кусках по госту это до килограмма двое-трое суток в широте это такая мелкая нарезка сутки двое виде фарша 12 там 24 часа я буду просаливать сутки сейчас часть пропущу через мясорубку а часть нарежу такими относительно мелкими пусками теперь если говорить про гост 23 670 надо добавить соль из расчета два с половиной процента к весу сырья но на мой вкус два с половиной процента все-таки многовато поэтому я буду добавлять две целых одну десятую процента один процент нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,4 0,5 процента и один процент поваренная и хорошенько перемешать нарезанный шпик и охлажденный согласно технологической схеме я буду водить только завтра и завтра же буду вводить пряности просаливается он у меня будет после вымешивания в холодильнике второй этап фарш прекрасно просолился и сейчас нужно небольшую часть превратить в эмульсию смешав со льдом такая эмульсия прекрасным образом заполнится все поры между более крупными кусочками этого самого фарша лед добавляют по госту из расчета 10-15 процентов от массы сырья вот это будет достаточно кроме того я добавляю чеснок предварительно нарубленный для того чтобы он проще здесь разбился в пыль и небольшое количество фосфатов из расчета 2 грамма на килограмм сырья то есть он взял в 0,2 процента реально глядя на вещи ну во-первых нет большой нужды превращать часть вашу эмульсию ну будет у вас мясной хлеб чуть-чуть более крупно кусковой не такой плотный не такой эмульсионный ну ничего страшного во вторых кстати посмотрите на эмульсию смотрите какая она липкая красотень какая во вторых совершенно не обязательно добавлять фосфаты если у вас спорное мясо то в нем уже есть эти самые фосфаты в течение четырех часов после забоя да они разлагаются и если вы их не добавить то у вас ваш мясной хлеб получится чуть более суховатый ну возможно вероятность бульонного отека то есть часть влаги выйдет бульоном и вы получите мясной хлеб более суховатый но если вы положите больше жира в этот хлеб больше сала то даже это не испортит его я имею ввиду потеря влаги купить кстати эти самые фосфаты пресловутые можно в магазине ем колбаски считать рекламой так теперь добавляю пряности здесь у меня смесь перца муската и сахара смесь готовая как по госту положено фс-1 но в описании ролика укажу что делать какие пьянцы добавлять если у вас нету гостовской смеси шпик нарезанный тоже надо уже добавлять меня столько раз спрашивают люди где купить продукты почему люди в интернете поиск не пользуются нет понятно когда человек скажем живет не в россии а где-нибудь там в америке в европе просто не знает как на соответствующем языке там гугл доступен английский испанский не знаю немецкий называются соответствующие продукты ну гидритная соль фосфаты тут я могу понять но когда человек живет в россии это это выше моего понимания смотрите какой фарш получается красота просто сказка замечу что все вымешивание совершенно не обязательно делать в глухом комбайне все прекрасно вымешивается руками но может быть чуть дольше может быть чуть менее удобно надо будет наверно нитяные перчатки на руки одеть и сверху уже резиновые чтобы руки от холодного фарша не мерзли форму смазываю как и положено по госту топленым свиным салом смажу как следует и теперь надо постараться очень плотно заполнить фаршем ну так чтобы воздушных пустот там не было что касается пряностей я использовал готовую смесь от ем колбаски ну просто потому что она у меня есть в описании ролика я указал что по госту положено добавлять в каком количестве правда в гости вообще ни слова не сказано что надо чеснок класть но мои детские воспоминания говорят что чеснока в мясном хлебе было много поэтому я добавил его как следует и что хочу сказать пряности в колбасе это наверно тот раздел то поле для творчества где можно смело творить поэтому на если пробовать изменять технологию но чревато если не понимаешь что там делаешь можно получить какой-то брак то вот с пряностями гораздо проще поэтому творите вы думаете и пробуйте эксперимент наше все поверхность надо загладить и согласно госту выдавить букву соответствующий типу хлеба л любительский ветчины в ну и так далее а теперь термообработка и вот тут самое приятное первый этап температура 150 градусов 80 минут затем 110 градусов до достижения в центре хлеба 70 плюс минус 1 градус как указано в справочнике второй этап длится 70 минут но конечно нужно делать поправку что размер фор у вас может быть не соответствовать гостовским поэтому я использую термометр либо второй вариант термообработки когда на нет ни первого ни второго этапа а весь процесс идет при 130 градусах те же самые 150 минут до достижения в центре тех же самых 70 плюс минус 1 ждем и вот вот к вопросу о размерах формы у меня эта форма по крайней мере два раза ниже чем гостовская ну насколько я помню гостовский хлеб и никаких 80 минут 350 мне не понадобилось температура внутри 70 градусов достигла через 45 минут после того как я отправил на 150 градусов в духовку представляете то есть второй этап для меня и не понадобился поэтому термометр и еще раз термометр после того как она у меня прогрелась я вытащил этот хлеб из формы и отправил при 130 при конвекции опять в духовку так положено по госту для того чтобы слегка обсушить но температура ползла выше он мне простоял с конвекции при ну то есть при включенном вентиляторе в духовке при 130 градусах еще буквально наверное 5-7 минут я его вытащил и сразу убрал сначала в холодильник дождался когда до 50 там температура приблизительно упадет а потом в морозилку отправил в морозилке он у меня постоял пока термометр не показал 8 градусов по целесу хотя сейчас наружу по ощущениям он теплее на градусов 30 то есть судя по всему теплота изнутри наружу идет он все таки не остыл но мне уже не терпится давайте их разрежу и попробую что же там такое внутри так вот такой хлеб красота необыкновенная цвет смотрите вот видите розовое все это среагировал как раз таки нитрит натрия с вот этим мясом замечательным с говядиной первую очередь так вот сделаем запахи просто прелесть друзья мои это он это колбасный хлеб я безумно рад берите рецепт на вооружение если вы еще до сих пор не делали колбасу то вот этот вариант для вас просто находка потому что ну форму хоть какую-то вы наверняка найдете мясорубка есть практически в каждом доме термометр нужен термометр да все остальное нитритная соль безусловно можно даже без нитритной соли сделать тогда просто розового цвета не получится готовьте это классно отдельное спасибо спонсору самури за спонсорскую одержку вам за лайки за дизлайки и отдельное огромное спасибо за репосты кушайте этот замечательный прекраснейший мясной хлеб спасибо за компанию и всем пока спасибо за просмотр